Приветствую, друзья! Вы знаете, я обещал вам сказать, как омолодиться, и скажу вам об этом. Но прежде я хочу до этого ролика сказать очень важные вещи. Вот посмотрите, о каких мужчинах речь идёт, потому что 8 марта же скоро, и поэтому меня попросили, расскажите, какие должны быть мужчины с вашей точки зрения. Ну, во-первых, я нарисовал мужчину, посмотрите, он рюмочку поднимает. Считайте, что за вас, за женщин, в день 8 марта. Но если вы не хотите, чтобы мужики пили, я вам расскажу. Вот посмотрите, какие мужики. Вот это Константин Васильевич Фролов, академик, вице-президент Академии наук, директора Института машиноведения Академии наук большой. Это он же, это он же. Видите, у него звезда героя. И он генерал, и звезда героя за что? За то, что когда Буран, наш советский Буран, должен был вылететь в определённой дате, которая была согласована с Политбюро, естественно, потому что это значимое событие для всей планеты, то директор Института машиноведения, где также комиссии все проверяли Буран, написал своё личное мнение, что и Буран выпускать нельзя в этой дате. Потому что там есть недочёты. И вы представляете, что это такое? Политбюро и академик. Но вы можете себе представить, что это такое? Проверили Буран, и оказалось, что он прав. И поэтому академику Фролову за мужество дали орден Героя Советского Союза. За мужество. Я очень любил Константина Васильевича, мы были друзьями более 30 лет. Я его провожал в последний путь, потому что я как раз был у него на даче, тогда, когда он уже совсем... Ну, его там переоблучили в Германии, передозировали. Он мне сказал, что они сами мне сказали, что меня передозировали. У него было... Ну, не буду сейчас распространяться. В общем, я приехал к нему на дачу, он лежит такой, маленький совсем стал, такой сухенький такой, лежит на кровати, я ему говорю, «Константин Васильевич, смотрите на мою руку, считайте в уме до пяти, поморгайте глазами, и в голове станет так пусто, так пусто, так комфортно». А он засмеялся и говорит, «А у меня в голове всегда пусто». Такой молодец, с юмором. Удивительный был человек Фролов. Удивительный. А я там в этом институте машинного ведения, кроме как дружил 30 лет с этим институтом, я там в лаборатории биомеханики у своего друга Сергея Ивановича Петухова, который имел государственную премию, и который даже создал генетическую музыку, кроме всего прочего. А он же ещё и математик, он же ещё, ну короче, технарь, доктор наук. Возглавлял лабораторию биомеханики, а я там ещё был и ведущим наушным сотрудником в этом институте несколько лет. Так вот, друзья, какие должны быть мужчины. Я хочу перед выпуском ролика о том, как помолодеть. А это касается и женщин, и мужчин, потому что мужчины тоже должны быть молодыми. Я хочу сказать, что вот у меня есть там один приятель, в кавычках можно сказать, я обещал ему там имя его назвать, чтобы он комплимент от меня получил. Его зовут Виталий, я не знаю его фамилии, он каждый мой ролик последний сопровождает критическими замечаниями, и я хочу ему сказать спасибо, потому что он рейтинг наш повышает в Ютубе. Всякий коммент, позитивный или негативный, повышает рейтинг нашей школы. Так что я говорю Виталию, спасибо, не важно, что он пишет. Ну, представляете, ну, хочется человеку сама трудиться, пускай пишется критика. Хочется человеку сделать что-то доброе, полезное, пускай пишет конструктивную критику. И вы так пишите. И что я ещё вам хочу сказать, друзья, перед 8 мартом. Перед 8 мартом, конечно, я по омоложению сделаю ролик и как и где находить трое свободных ассоциаций для решения волнующего вашего вопроса, личного. Я хочу вам ещё сказать, что прежде я бы очень вам рекомендовал, очень-очень, это исходя из запросов, которые я читаю, комменты, вопросы, я их анализирую, я все комменты читаю лично и поэтому ставлю сердечки там, что я прочёл, что я благодарен, но я сердечки ставлю как факт, что я прочитал коммент лично. А как я на него отвечу, я в следующем ролике отвечаю, так что вы это понимаете. Так вот, я хочу ещё сказать, что у меня есть до следующего ролика обязательно рекомендую Стрессу сайт посмотреть, Стрессу. И там на Стрессу я себе в квадратиках таких на главной стороне там темы написаны. Нажимаешь, например, как шла подготовка военного персонала к подъёму атомохода Курска. Нажимаешь, и там видно, как я их обучаю, да? Или, например, обучение психологов МЧС, например. Нажимаешь кнопку на квадратик там и там сразу видно, как я их обучаю. Или, например, как я обучаю спортсменов выдающихся, национальную сборную по парусному спорту, которую мы в Португалии были и летали в Китай на Олимпийские игры. Вы там нажимаете кнопку и открывается. Это очень важно, чтобы вы знали, какие мужчины у нас есть к 8 марта и женщины. Это очень важно. И обязательно посмотрите. Я ссылки эти сделаю под роликом. Вы нажмёте, откройте, сразу увидите и стрессу, и сразу увидите Хасайру. Там обязательно посмотрите, там книга рекордов. Там у меня друзья, которые гнут злом. Там у меня друзья, которые гири поднимают. Там у меня друзья, которые под водой дольше всех без дыхания плавают. Чемпионы мира многократные. Ну, всё, посмотрите под роликом. И это очень важно, потому что именно после этого, когда я вам дам ролик о том, как омолодеть, помолодеть и омолодиться, и где взять рой свободных ассоциаций, чтобы решить свою личную любую проблему, вот тогда вы это оцените по достоинству, что такого в мире на самом деле нет. Но меня радует не только то, что в мире такого нет, а меня радует то, что это в нашей школе человек бывший гомофутурус есть. Так что, друзья, готовимся к 8 марту, смотрите оба этих ролика. Кстати говоря, вот этот второй сайт Хосайруй ведёт наш Фёдор Макаров, сценарист, который сделал фильм «Ключ к мечте». Ну, там же он под роликами на первом месте у меня всегда стоит как презентация, как был создан метод ключ Хосая Алиева. До встречи, друзья. До связи.